Привет, ребят! Я сегодня хочу показать вам несколько летних образов. Не знаю, насколько они подойдут, например, на плюс 40, но лично я живу в Петербурге, и у нас лето это где-то плюс 24, иногда плюс 27, если повезет. И вы можете вдохновиться этими образами, возможно, что-то подстроить под себя, посмотреть какие-то сочетания и адаптировать их в свой гардероб. Надеюсь, вам понравится это видео и приятного просмотра. Итак, первый образ. Я использую легкое летнее платье с цветочками. Оно чем-то похоже на винтажное, но я покупала его в Манго в прошлом году. Не знаю, продается ли там сейчас, но качество супер и очень приятно к телу. Поверх платья я надеваю футболку и завязываю ее на талии. Мне нравится сочетание этого оверсайза футболки, и получается, платье у нас становится юбкой. И мне нравится также сочетание цветов, потому что если бы я, например, взяла белую футболку, то это было бы не то. Дополняю кедами от Puma и сумкой. Ну, сумку, в принципе, можно любого размера, какой вам удобный. Я взяла среднего. И вместо футболки можно надеть кожаную куртку молочного цвета. И напишите, какой вариант вам больше нравится у этого образа. Второй образ у меня будет с велосипедками и топом. И я все это соединяю в более целостный образ с помощью оверсайз рубашки. Заказывала ее на Asos. Я оставлю на нее ссылку, если она еще в наличии. Это просто охренительная рубашка. Посмотрите, как она смотрится стилево. Также беру кеды и сумку, в принципе, любую. Я померила несколько сумок в этом образе. Еще я не решила собрать волосы. Я подумала, так будет смотреться однозначно лучше. И я взяла здесь черный шоппер большой. Это прям такой удобный городской образ. Потому что в шоппер у меня помещается все, что только можно. И вот еще померила с сумочкой поменьше. Мне оба варианта нравятся. Скажу вам честно, раньше я вообще не особо любила образы с открытыми ногами. Потому что мне не нравилось, как выглядела моя кожа после депиляции. И вместо того, чтобы носить юбки, шорты, платье, я всегда выбирала джинсы и штаны. И я поняла, что есть две вещи, которые на это влияют. Во-первых, правильная бритва. Я попробовала новую Venus Rose Gold. И я просто влюбилась в то, как выглядят мои ножки после этой малышки от Venus. Во-вторых, это регулярная смена кассет. Когда кассета новая, кожа остается идеально гладкой и без каких-либо раздражений. Третий аутфит у меня легкий по таким цветам и оттенкам. Он смотрится очень каким-то воздушным. Льняные штаны. Я в них влюблена однозначно. Советую вам приобрести на лето льняные штаны. Потому что они дышащие. То есть вам в них не будет жарко. При этом вроде бы и не холодно. И материал натуральный. Поэтому в них действительно комфортно. Завязываю также футболку на талии. Как вы могли заметить, я полюбила так делать. И сверху еще лиловую рубашку. Эту рубашку я тоже заказывала с Asos. Кеды от Puma. И сумка от Guess. Предпоследний образ в casual стиле. Джинсы серого цвета. И эти джинсы из Айм Студио. Я ношу их практически каждый день. Это одни из самых вообще универсальных джинс в моем гардеробе. Боди белая. В это боди я тоже влюблена. Но у меня с шиин. Советую. Качество прекрасное. И по стоимости оно вроде не очень дорогое. И пиджак с Asos. Я заказала себе еще два пиджака. И меня так полюбила использовать пиджаки в образах. Что я подумала, мне надо еще в других цветах. Сумка от Guess. И кеды от Puma. Но эти кеды в другом цвете. Они такие белые с черным. Вот. И собрала еще хвост. Подумала, добавлю строгости. Ну и заканчиваем видео. Довольно простым образом по своей структуре. Но я вам предлагаю. Например, я знаю, что многие носят просто джинсы и белую футболку. Смотрится тоже хорошо. Ничего не говорю. Но попробуйте летом в свой гардероб добавить яркие футболки, яркие оттенки. Я, например, это сделала и осталась в полном восторге. Если прохладно, можно еще использовать в образе кожаную куртку. Я в поиске, знаете, такой матовой, плотной, большой черной кожаной куртки. Но пока что не нашла. Надеюсь, вам понравилось это видео. Спасибо большое за просмотр. Пока.